Наша недельная глава Мишпатим занимается законами, связанными с конфликтами между людьми. Например, один ударил другого и нанес ему увечья, материальные ущербы, воровство, грабеж, убийство. И два свидетеля должны прийти в суд и рассказать, как они видели, как все это происходило, и суд тогда выносит уже виновному приговор. И возникает вопрос, а что будет, если виновный останется безнаказанным? Например, не нашли свидетелей, или один свидетель оказался непригодным, некошерным для свидетельства. И будет ли этот человек как-то наказан Богом? Или мы говорим, что если его не наказали на земном суде, то он может дальше уже жить спокойно, ничего не бояться? И Тора дает нам ответ на этот вопрос. Написано в нашей главе Если один ударил другого, и тот умер, то он тоже должен быть предан смерти. А если он не намеревался его убить? Тогда этот человек, убийца, должен бежать в город-убежище. То есть в первом пасуке описано злоумышленное убийство, во втором пасуке описано случайное убийство. Но обратим внимание на язык Торы, что человек не намеревался, а Бог подвел ему под руку, и он убил, и теперь должен бежать в город-убежище. Что значит Бог подвел под руку убийство? Как это можно понять? Раши комментирует И Бог подвел ему под руку Почему выходит такое от Бога? Это то, что говорил царь Давид, что это место в Торе, это древняя притча. Что от злодеев выходит зло О чем наше место в Торе говорит Бешнебный Адам Про двух людей Что до этой ситуации Один из них убил умышленно А другой убил случайно Влю и димбы, товарищи я иду Но не было свидетелей, чтобы наказать их через суд В Зеленый Ирак И они оба не получили наказание Того, кто убил, его не убили А того, кто убил случайно Его не послали в город-убежище И они продолжали жить, как жили раньше Свободно, счастливо Всевышний сделал так, что они попали в один отель В Зеленый Ирак Бемезид Йошеф Тахата Сулям Тот, кто убил намеренно Он сделал заказ в ресторане И сел за столик под лестницей В Зеленый Ирак Шогек Олебу Сулям В это время Тот, кто убил до этого случайно Сейчас поднимался по лестнице В Инофель Лестница сломалась И он упал на того, кто сидел под лестницей В Идим Майдималя И теперь есть свидетели Что он случайно кого-то убил И что получается Что тот, кто до этого убил Намеренно Сейчас погиб А тот, кто до этого убил случайно И не пошел в город убежище Сейчас он опять убил случайно Но уже были свидетели И он пойдет в город убежище Именно про этот момент говорит наш пасук Что если убивает случайно То есть он убил ненамеренно Ваш Шерлойн отсыдали Убил ненамеренно А Бог подвел ему под руку То есть Тора нас учит не просто Не только случайного убийства Что человек должен бежать в город убежище Но и тому, что если Он до этого не побежал в город убежище То Бог подведет ему под руку И будут свидетели И он да, получит свое наказание И пойдет в город убежище В этом комментарии царь Давид Учит нас важным принципом того Как Бог управляет нашим миром Во-первых, мы видим Что все наши поступки Хорошие или плохие Они несут соответствующую реакцию От Бога И ничего не проходит бесследно Во-вторых Все, что с нами происходит Иногда нам кажется Даже случайным И необдуманным На самом деле Это мера за меру От Бога За определенные поступки Которые мы делали в прошлом И в третий принцип Что если Бог хочет Дать нам Определенные вещи Хорошие или не очень хорошие То для каждой вещи Он находит Соответствующих Посланников Я желаю всем нам Чтобы наши поступки Сделали нас Посланниками только Хороших дел Продолжение следует...